молодец молодец стал стал крошка я представляю вот это мощный парень это я понимаю вот так надо работать ребят вы видели как он еле тянул и так он ее подорвал вот так учитесь вас приветствует город санкт-петербург канал юрейс раша друзья сегодня мы с борисом проведем тренировочку смотрите ее и учитесь как мы будем поднимать толковый толчковый на грудь поберем у моих друзей you gifted на фитнес канале 400 тысяч подписчиков вы вдумайтесь в эту цифру когда у меня было 20 я поехал здесь сестровецк по своим делам и когда я узнал что там 22000 населения и я иду иду не кончается я подумал ничего себе армия поэтому очень приятно ребят очень вас уважаем очень вас любим только без мата без оскорблений видите на каналах не надо проделать конечно зачем не надо материться не надо оскорблять друг друга тренируйтесь повторяйте если что-то не получаете задавайте вопросы пишите я же сюда часто приглашаю ребят которые не пишут что там 60 килограмм кто-то вырвал я 90 рву я уже сколько раз приглашал потом он не пишет вконтакте обратно вам не видно он не пишет извините я не 90 70 я говорю хорошо приходи 70 вырви он опять не приходит поэтому перестаньте заниматься этой чепухой 400000 армия у бориса на фитнесе у югифта у югифта да поэтому я поздравляю ну так предварительно поздравления будут потом другие когда мы все соберемся но уже да не считаю что для сколько в россии живет мы будем говорить 140 миллионов ну да ну что такое 400000 если 140 миллионов но я беру подругу с другой колокольни возьмем здесь соседи эстония вся эстония вся миллион триста населения это третья часть эстонии югифтит задумайтесь над этим поэтому уважаете большие каналы мне пишут типа тоже хочу завести свой блог сколько это приносит денег вот я на такие вещи не отвечаю потому что это бесполезно эти люди не выдержат ради денег конечно же ради денег если это делать это реально очень тяжелая работа а если бы делать для души тогда это и не работает конечно поэтому не ради денег мы работаем а ради вас чтобы тренировались они сидели били по клавишам начинаем тренировку то есть значит ли это что это легче либо это тяжелее потому что мы минуем вот эту фазу разгона вот это здесь ты работаешь больше на подрыв здесь ты конечно минуешь чуть-чуть у тебя немножко я бы не сказал что преимущество есть плиты вообще высокий который отсюда подруг сразу понимаешь просто здесь тебя корень не надо убирать вот это движение уже тянешь сразу на подрыв понимаешь ты проходишь фазу колен и сразу и быстрее вот мне сейчас не видно здесь ты работаешь на скорость скорость подборачивания лошки а не вижу насколько быстро и и и и и и и и для инстаграма я записываю иногда вот записывал рывок толчком хватом узких вот я посмотрел там можно по слайдов посмотреть покадрово я увидел что у меня была фаза отрыва фаза полета меня это обрадовало то есть я подпрыгнул все таки это даже 60 килограмм конечно так ты почти ты сам чувствуешь что ты от земли отрываешься да и когда это на камере видишь понимаешь так ладно это я усвоил так так что ребята я хочу вам посоветовать много у кого есть смартфоны попросите своих друзей или там коллег по залу чтобы они вас записывали а потом просто просматривайте как это выглядит со стороны и сравнивайте с тем как делать расшир например присылайте свои видео я вот и наверное наиболее талантливых наиболее талантливых да Рашид может приглашать даже и показывать другим как мотиваторов круто быть мотиватором для кого то наверное да хорошо локти быстро подворачивать надо быстро и подпрыгивать да и подпрыгивать так же хорошо все смотри вверх к нему так не терапим не нарубимся спокойно движение отыгрываем в голове спину натягиваем жестко подтаскиваю вот сюда в этих колках да и потом резко тазом вперед прогибаешься прогибаешься и она летит пока она летит ты быстро подворачиваешь вот да да молодец хорошо фу давай пока вступим аааа и рядом штангу тащить рядом не отпускать ее от себя если отпустишь ее от себя за ней надо гнаться надо тогда прыгать под нее это и она может приставить ударить многие задают вопрос почему вперед прыгать немного вперед штангисты всегда прыгают чтобы под штангу залезть это мы называем залезть под штангу вот ты например ее подорвал да вот здесь она да ты же в воздухе ты же в воздухе не сможешь ее так сделать поэтому она летит ты должен раз под нее немножко вперед чик и все а когда вы закидываете когда у вас заброс в руках да когда у вас заброс идет вы прыгаете наоборот назад это неправильно назад прыгать не надо вперед можно а назад нет короче сзади скорости у штангистов нет и тормозов тоже не вали плечи вытягивай 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 жесткость жесткость вот вот отлично и надо с пружинкой да внизу да когда встаешь щуп да пружина сразу встал ты же рисовал рисовал вот потому что если засидишься то Юрий Кладонян он так делал Юрий так делал правая грудь потом чуть-чуть вставал и делал пружину ага ну так вставать упираться ты теряешь много сил да и толкаешь поэтому надо стараться быстро взять быстро встать потом здесь немножко отдохнуть и толкнуть ее грудь надо подставлять под штангу не убегать от нее а наоборот под нее подставлять смотри то есть чуть-чуть сзади грудь подставлена вот вчера Лена Гулькова у меня была чемпионка чемпионка Америки она чемпионка России по кроте да по этой кароте 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 бить себе грудь и не разбивать ага но дело не в этом она была в Нью-Йорке вот сейчас приехала в залы через каждые сто метров кроссфит залы работают с шести утра да все забито ага битком забитые залы битком если берешь она говорит ну а абонемент там дешевле а одноразовое занятие 20 долларов а нам так весело когда задурно говоришь что американцы мураки а мы веселимся а мы веселимся когда до ног дотронулся да выходи резко на носки резко как пружина открывайся и руки так тяни так локтями да вот она высоко сразу высоко потому что ты помогаешь рукам всем вот высоко конечно потому что тело должно скрываться как пружина все это мгновение поэтому всего 6 подходов тяжело для этих ну-ка я даже попробую не все потому что сеть неудобно она здесь дергай ее ну-ка на грудь да ты можешь просто разминаться сеть чтоб у тебя качество было ему надо быстрее ворачивать вот вот ложиться прям чик на площадке прям сразу на плечи ложиться вот вот да тащишь четко как руками вот молодец и спокойно не вались отлично молодец вот так вот еще разочек хорошо молодец бросил отлично легкая да да а а а а а а а а а кому-то желтила картинка сейчас попробуем исправить да кому-то желтила может у тебя желтуха а а а а а а давай 90 килограмм два раза на грудь одно приседание одно если будешь все делать уже с этого веса будет хорошо не давай давай мощно локтями хватает хорошо бросил бросать молодец спокойно спину держим присел один раз бросил бросил вот так отличная работа давай борись 100 килограмм четко делай быстро и все красиво делай спину держи жестко-жестко молодец стал все бросил бросил ставишь 100 килограмм потом добавишь 5 килограмм потом берешь и так блин сам себе говоришь блин он же легкий он же легкий он же легкий вообще ничего не весит не настройся подруг настройся подруг настройся подруг встал 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 бросил б я всегда говорил я всем говорил и буду утверждать что единственный мой ученик который не боится веса Не боится. Вот он сейчас давно не тренировался, спина слабенькая, ножки слабенькие, но он делает это все. Тренируйся, молодежь. И здесь подрывается. Че она на ее прям трапецией или на носки выходи мощно. Это для подрыва очень сильного проживания. Вот-вот-вот, да. Одновременно носки, трапеции, одновременно. Вот. Дыши к себе, не отпускай. Хорошо, молодец. Хорошо, молодец. И еще раз, в последний раз, сделай 10 секунд. В последний раз, в последний раз, 10 секунд. Как? В последний раз, в последний раз, 10 секунд. Держи. Держи. Хорошо, держи. Слежу за вашим каналом. И мне нравится ваша аудитория. У вас действительно хорошая аудитория, хорошие комментарии. Злых людей вообще нет. Это важно, потому что, ну, в тяжелоатлетиках, в спорт насильных, а сильные они не могут быть злыми. И пока человек злой, я вам заметил после пожизни, пока он злой, он сидит где-то в жопу, в яме. Поэтому никогда не злитесь. Ну, вот, в ютюбе много злых людей. Потому что их не видно. Но злые люди что, вот мы, например... Не видно, понимаешь? Он за камерой сидит, и он может что хочешь говорить. Ну, знаете, что мы делаем? Видно, не видно, но мы им доступ к каналу прекращаем. И у нас уже тоже лучше стала аудитория, гораздо. Конечно, тоже могу ей гордиться. Поэтому, ребят, будете материться, будете оскорблять. Значит, просто не место на этом, да. Будет перекрыто вам все. Это закрыто. Значит, это не ваше. Да. Не ваше все. Понимаете? Вам другой канал. Куда канал-то там. Вы знаете, в ютюбе много этих каналов, где можно материться. А с карбентом много. Понимаете? Как спадает. Молодец. Капец, я не мощнее. Держим, держим, спину держим. Ребят, я вам честно скажу, клянусь. Вот весь свой потенциал 100% он забирает. Он 102. Так, сколько там? 105. 125 килограмм. Он тянет огромным трудом. Смотрите, 105 берет на грудь. Понимаете? А многие есть 200 тянут, 200, 250. 100 килограмм не могут на грудь взять. Вот что значит использовать свою силу, свою технику на 100%. Техника, техника у меня получилась, да. Потому что я миллион раз переспрашивал опять же. Конечно, молодец. Не надо стесняться спрашивать. Да. Не надо вообще стесняться показаться глупым. Или там, несовременно. Или слабым. Да. Тот, кто не стесняется, он уже не слабый. Вот, ребят, смотрите. Лямки одеваются как. Ну, они сейчас так продаются вот. Вот. Обычно вот этим самим кольцом, так скажем, я всегда ставлю во внутрь штанги. Чтобы она вот, штанга здесь была. Не наоборот. Вы понимаете, да, что я говорю? Вот. И штангисты всегда делают один оборот. Вот. Один оборот. Вот. И берете за сами лямки. Да. Не два оборота. Если вы два оборота сделаете... А вы потом покажите этот ролик. Если вы два оборота сделаете, как лифтеры, если вас потащит, когда вы рвете или что-то, вы можете себе так сломать руку или там вывихнуть очень сильно. Поэтому вот, смотрите. Снизу это все делается. Снизу. Захватили. Взяли. Это тоже вот. Потом вы привыкнете одной рукой. Перебрасывайте. И так же стягивайте. Скручивайте, так скажем. Все. Жестко взяли и работаем. Изначально ремень вот так, видимо, выглядит, да? Ну да, конечно. Вот простой ремень. Да. Вот так вот просовываемся. Этой шишкой делаешь к штанге. Да, шишка к штанге. То есть она как бы стрелочкой получается. Стрелочка вперед. Да. И рука вот так проходит. Натягивай ее на руки. Затягивай. И здесь вот так. Все. Одна рука есть. Да. А вторую вот так. Ой. Так. И не в эту сторону, как хочется, да? Да. А на себя. А на себя. В центр штанги. Да. И затягивай. Вот в таких штангетках все. Кстати, ну меня ребята ваши спрашивали про штангетки. Удобны эти штангетки? Неудобны? Они даже не знают модель. Я, честно говоря, не знаю. Я вам скажу, что они красивые. Я их одеваю по случаю праздника. Да. Потому что на своих тренировках я в обычных адидасовских, и они мои любимые. Эти в два раза дороже. Но они не в два раза лучше. Адидасовские я просто люблю. В них можно и побегать. И они достаточно жесткие. И попрыгать удобно. Ну да, адидас, это очень старое. Адидас стоит 90 баксов в Америке. Или даже меньше. А эти стоят 200 или даже больше. Короче, понты с золотыми этими. С золотыми застежками. С золотыми застежками. Как у мухи цокотухи, блин. Я реально стесняюсь, Рашид, в них только из-за вас. С вами меня не стыдно. Я знаю, что с вами меня не побьют за ними. Спину натянул жестко. И разгоняю ее. И трапециями мощь наверх. Молодец. Сейчас легче пошла даже, мне кажется. Да. Отлично. Отлично, молодец. Подержал 10 секунд. Терпим. Терпим. Хорошо. Отлично. Отлично. Я нередко разгибаюсь после этой изометрии. Лишь бы так не остаться. Да, да. Чтобы так не остаться. Но так никогда не останешься, если спину не гнешь. Ага. Чтобы защемления не было. Всегда позвоночник четко, ровно. И все. Впервые. Секретное оружие штангистов. Впервые на ютюбе. Да. Для подрыва. Вы это сейчас увидите. Внимательно смотрите, что мы будем делать. Давай, Борис, тягу сначала. Хорошо. Молодец. Разочек. Так, теперь медленно опускаем. И делаем покачивание. Покачивание. Туда-сюда. Покачиваем. Качаем, 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 качаем. Молодец. Хорошо. Не кончится. Отлично. Никак не кончится. Понравилось? Да, да. Класс. И... Мышцы она раз. Сокращается. Да, да, да. Это дает эффект. Для подрыва. Ну и не только. Хороший. Нужный эффект. Да, нужен. Ребят, у каждого спортсмена есть точка. Точка не, например, где он задерживается. Эрогенная. Эрогенная, да. Где он задерживается. Например, кто-то тянет до колен очень быстро. Кто-то после колен слаб. После коленей. Поэтому вот это упражнение делайте в точках. Ставьте вес и делайте в точках, где у вас проблемная зона, так скажем. Проблема. И вот опускайте до своей проблемной зоны и делайте. И у вас будет отличный подрыв. И она летит. Мощно тащит. Тащит. Вот. Хорошо. Вот, теперь покачивай меня. Скачай, качай. Молодец. Качай. Вот так 135. Сейчас начнут писать. А почему блины за замками? А почему это? Это знаете почему? Чтоб вы спрашивали. Для этого это все. Штангисты так работают. Ее не надо вверх сейчас поднимать. Тяги можно так делать. Понимаете? Ну да. А так все время разбирать, собирать. Может мы потом поставим там больше вес или меньше вес. Поэтому не спрашивайте глупые вопросы, ребят. Не, а пускай, кстати, спрашивают и глупые вопросы. Я иногда такую чушь спрашиваю. Без стеснения. Ну да, чушь спросил. Но главное... Зато узнал. Зато узнал, да. Поэтому спрашивайте в том, что я глупый. Хорошо. Побесите немножко хорошо. Вот, хорошо. Вот Боря, это мой любимый ученик, поэтому спрашивайте. Если бы не Боря, я бы вам не отвечал. Хорошо. Вот, держите на плечах штангу. На плечах. Потом выталкиваете, выпрямляетесь и выталкиваете ее вверх. Когда она выходит выше головы, мы под нее раз и ушли. И толкать надо, чтобы у вас колено-чашечка, хазобедренный сустав и плечо было на одном уровне. Четко, ровно. Не надо так делать. Не надо ногу выпрямлять эту и ставить на полную стопу. Нога стоит на носке. Развернута. Эта нога стоит на носке. Развернута. Это как упор прямой. Все. как упор прямой. Так. Натягиваем плечи высоко. Держим, натягиваем это все. Голову не забывай убирать, когда толкаешь. Немножечу подбородочек. Хорошо, Борь. Только к заднюю ногу, да. На носок к заднюю ногу. Передний упор. Вот так? Да, да, да. С передней возвращаемся. Отлично. Спокойно. Плечи держим жестко. Садимся ровно. Хорошо. Молодец. Отлично, Борь. Молодец. Это, ребята, называется толчок классический. Он делается в ножницы. Быстро это надо делать. Отлично, Борь. Спокойно. С передней ноги аккуратно. Молодец. Разводи ноги быстро. Хорошо, молодец. Спокойно. Опускаем медленно. Все, поставил. Ты, как всегда, просишь у гуру кроссфита. О, великий леденец. Дай мне силы. Давай. 90 килограмм, Борь. Четко. Не садись ровно. Один раз толчок и все. Четко. Молодец. Спокойно вернулся. Аккуратно. Хорош поставил. Разводишь, когда ноги разные. Там одна короткая, а другая. Да. Когда вот так ставишь, например, и так начинаешь старт. Или там тягу. Или так. Понимаешь? Поэтому. Ну, это как ковбой Мальборо. Ковбой Мальборо этот еще. Встранялся, да? Наши братья. Давай. Один раз. Четко. Мощно выдолкнул. Тянх ее на прямые руки. Спокойненько опустил и поставил на стоечки. 95 килограмм. Фигня. Тут даже леденцам надо молиться. Хорошо. Молодец. Вверх головной быстро. Мощно толкай. Тян. Молодчина. Спокойненько опустил медленно. Когда опускаешь штангу после толчка, то есть это негативное, как говорится, повторение. Да, у многих это негативное, у ученики. Многие так опускают. Я видел, многие новички так опускают. Брррр. И не... Штангу надо ловить, смотри. И вот. Штангу везде ловят. Вот смотри. Раз и присел. Вот. Придерживаешь руками, придерживаешь. Да. Раз, присел. И ты за счет вот этого присылания, и мягко она тебе ловится. Не надо так делать. Бам! Конечно, она будет вам ломать ключицу. Все очень больно это. Поэтому все делать надо аккуратненько ловить, ребят. Ловить кайф надо. Ловить кайф, да. Вот смотрите, ребят. Когда вы резко падаете вниз, она вас может сломать, тяжелый вес. Борис вас проднет. И вы штангу толкнете вперед. А вы спокойно должны сесть спокойненько. Не то, что там медленно, а вот так, смотрите. С таком темпе. То есть, вниз, спокойно вверх, быстро. Вниз, спокойно вверх, быстро. Поэтому мы делаем часто прыжки, спрыгивания на тумбочку, с тумбочки, чтобы вот это у вас мозг запомнил, вот это движение. Быстро надо, быстро разгибаться. И все, Борис, она будет дома. Молодец, молодец. Встал. Встал. Я представляю, вот это мощный парень. Вот это да. Поздравляю. Вот это я понимаю. Вот так надо работать, ребят. Вы видели, как он еле тянул и как он ее подорвал? Вот так, учитесь. Да, кстати. Не боялся. Я даже не думал, я не думал, что я еле тянул. Сейчас я понимаю, что я реально еле тянул. Тут дал тазом и все. Да, я на танку. Дело не в таланте. На самом деле, это, ну, Рашид говорит, таланты тоже. Нет, дело все в голове. И это то, что вы мне дали почувствовать и что я не мог почувствовать в фитнесе. Вот я говорил в ролике своем на канале по фитнесу, что спорт – это психология, спорт – это характер, вот, и спорт – это настрой. Вот я этого раньше не чувствовал. Хотя вроде как спортом занимался, но настолько поверхностно, что не мог это почувствовать. С вами, позанимавшись вот в несколько месяцев, я это понял. Потому что, если бы я сейчас подумал в момент того, как я тяну, блин, какая она тяжелая, как мне тяжело тянуть, я бы ее никогда бы сюда не забросил. Все дело в голове. Все дело в голове, это 100%. Поэтому, ну, главное не бояться. Вы просто делайте, не бойтесь, но выучитесь сначала технику только. Да. Иначе это дурость просто. Конечно. Молодец, Борис. Вот смотри, Борис. У всех штангистов, кого я знаю, есть дети. У всех. Хоть многие орут, там допинг, мокпинг, чтобы... Это у остановителей, конечно, кушают. Я о другом задумался сам. У многих бодибилдеров нет детей. Я очень многие знаю, у кого нет детей. Это проанализировав ситуацию, я понял. Очень сильный, ледокринный отклик дает в тяжелой атлетике. Вот эти быстрые мышцы, вот эти тяги, очень быстрая работа. Все это дает выбрасывание своего тестостерона. Поэтому у штангистов есть дети. А билдинг, он стоит, он пампингом накачивает, сожрав тонну каких-то цветных таблеток, накачал, и у них нет детей. Проблема. Поэтому занимайтесь тяжелой атлетикой. Перестаньте заниматься чепухой. Конечно. Вот и все. Занимайтесь тяжелой атлетикой, занимайтесь функциональным тренингом. Не буду называть это заумное слово кроссфит. Функциональным тренингом. И все, у вас будет шоколаде. Ну что, начнем? Функциональным? Да. Сейчас мы поделаем прыжки с весом. Ты можешь прыгать не с самого, а с 90 градусов. Мощные прыжки вверх, очень быстро это делай. По 15 раз прыжки, потом 15 раз пресс. И так 4 круга. Это такая функционалочка для штангистов. Вот как с моей мертвой точки. Мощный прыжки вверх, да? Да. Мощный вверх. Сильней. Носки работают. Быстрее, быстрее. Отталкивайся от земли. Быстро. Вот. Давай, 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 давай. Хорошо будет. Молодец. Хорошо, хорошо, хорошо. Мощный вверх. Мощный. Ой-ой-ой. 15. Горят мышцы уже. Горят, конечно. Ну, теперь 15 пресс. Вот мы сделали под углом. Руки за голову. Касаемся носок. Работаем в темпе. В темпе. Хорошо, Борь. Молодец. Давай хотя бы круга 3. Хорошо, Борис. Отличный. Молодец. 12, 13, 14, 15. Отлично, мой молодец. Как состояние? Нормально? Да. Сейчас попрыгиваем. Да, сейчас второй круг пошли. Третий раунд. Самый трудный. Мощнее. Сильно от земли. Быстро. Вот так. Пять. Давай-давай, терпим. Раз. Два. Три. Сильней-сильней. Молодец. Как ты, Борь, нормально? Да. Молчи, ничего не говори. Да, я знаю, все равно. Ну что, друзья, я надеюсь, вам тренировка понравилась наша. Рад был вас слышать. Да, ребят, будете написать, что вот Боря появился, опять юмор пошел, ну куда-то в сторону пояса. Но вы поднимаете штангу, ребята, и сами будете так шутить, дай бог. Вот, и... Нет, то, что там, что Боря пришел, я вообще очень рад. Честно, мне не хватало тебя очень сильно. Рашид, я на самом деле тоже скучаю. Нас разделяет не так много по расстоянию. Но сейчас у меня появилась, скажем, возможность брать иногда машину, я приезжаю к Рашиду. В Питере неудобное метро такое, не Москва. Да. Нельзя быстро доехать. Поэтому, ребят, мы будем показываться, вы будете видеть нас. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. И еще знаете, что будет помогать реально развиваться и тяжелой атлетике, и каналу Рашида, и вам? Если вы будете эти видео, с друзьями делиться этими видео, показывать. Ну, а многие мне говорят, ребята, многие делятся, мне очень приятно. Смотрите тренировку, я работаю для вас. Поэтому то, что вы там обсуждаете какие-то, кто в чем одет, кто как, не обращайте. Смотрите на технику. Я хочу, чтобы вы все поднимали штангу, чтобы у вас нормально работал организм. Не слушайте этих врачей, которые вам рассказывают сказки, что это вредно. Футбол вреднее в раз 50, чем тяжелая атлетика. Поверьте мне. И мы его не любим. Ну, я. Да, я тоже так сильно. Не, сам поиграть люблю, но смотреть нет. Да, в Гоге ты помидоры любишь, есть люблю, а так нет. Все, ребята. Пока, ребят. Спасибо огромное. Удачи всем. Пока-пока. Войса, войса, войса. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok